всем привет с вами ремонт apple алматы и сегодня у нас macbook pro retina 13 дюймовый late 2013 года выпуска пришел с проблемой не включается сейчас мы будем его диагностировать поехали первое на что мы будем смотреть это у нас на рабочий смц то есть мы попробуем его сбросить у нас индикатор горит оранжевым зажимаем shift и вот эти две клавиши но и мне удобней 3 сразу нажать и нажимаем кнопку включить эти клавиши с левой стороны мы держим нажали все у нас индикатор загорелся зеленым и снова загорелся оранжевым то есть идет зарядка нажимаем включить включение не сработало но мы уже понимаем что smc контроллер у нас живой так диагностируется smc контроллер идем дальше теперь приступим к разбору после снятия крышки мы видим пыль незначительную и у нас также присутствует следы следы залитости чем-то сладким вот вот они вот чем-то ранее он заливался вот также пока смотрим на крышки на крышке тоже есть небольшие следы чем-то заливался возможно чем-то сладким кофе вот но теперь отсоединяем всю периферию после того как отсоединили всю периферию всю осталась плата там подключенным к ней питание вентилятор веб-камеру отсоединили вот этот дополнительный борт к вайфаю из картридеру там еще на борту на день избе порта hdmi тоже его отсоединяем вот отсоединяем трекпад клавиатуру и дисплей все теперь начинаем щупать дежурное напряжение только сюда наше напряжение это 34 вольта искать на разъеме клавиатуры вот обычно это вот вот этот пин отсчитываем отсюда 5 контакт с ли от лего утром 1 2 3 4 5 и так вот она на спин откуда выходит все ставим на него щуп второй щуп ставим на массу вот так вот будем замерять ставим питание питание у нас пошло вот теперь второй щуп ставим на массу 5 контакт и на массу показатели 34 у нас есть это говорит о том что у нас есть дежурное напряжение компьютер нас не пускает теперь нам надо будет смотреть посмотреть катушки если на них короткая переключаем на ум и соединяем питание смотрим сколько у нас чувствительность но полис 0 3 0 4 один щуп на массу вторым щупом щупаем наши катушечки пять ну и нормально показатели хорошие процессор у нас живой так это у нас катушка батареи у нас память катушка оперативки нормально так мы все основное мы прощупали процессор у нас не дохлый по памяти питание у нас тоже все нормально но компьютер у нас не запускается далее нужно смотреть на осциллограф у меня его здесь нету в дальнейшем это конечно будет тоже смотреть модуляцию для модуляции мы можем посмотреть только на ослики это говорит о том что у нас на плате есть конечно проблемы надо будет во первых всю плату под микроскопом смотреть не оторван ли маленький какой-нибудь элемент бывает такое что маленький элемент от платы оторвался он тоже не дает запуску платы стой с той стороны смотрим очень внимательно далее находим схемы или покупаем схему в интернете покупаем на схему бордвилл и смотрим где что у нас расположено вот результат диагностики говорит нам о том что у нас плата неисправна надо ее чинить ну на этом все пока пока с вами ремонт apple это была легкая поверхностная диагностика macbook pro retina a 1502 late 2013 года